Приветствую вас аноним! Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Есть у меня, конечно, большое сочувствие к вам относительно того, в какой ситуации вы оказались, и я думаю, что вам сейчас крайне далеко. Мне жаль, что вы в этой ситуации оказались, и мне хотелось бы, чтобы в этой, из-за этой ситуации вы как можно быстрее бы вышли. Но здесь момент какой. Вы, оказались в зоне комфорта своего, привычного, и в зоне комфорта своего, выходить вам страшно. Вот. Ну как, в принципе, наверное, даже, как, в принципе, любому человеку выходить из своей зоны комфорта достаточно страшно. Вот. А, как бы, у вас есть свой путь. У вас есть свой путь, ну, познания себя, у вас есть свой путь изучения себя, у вас есть свой путь исследования себя, у вас есть свой путь ошибок и удач, которые вам нужно, как мне кажется, в принципе, как и любому человеку нужно совершить, чтобы понять, что он такое, что он такое и что он, собственно, ну, что он, собственно, делает, вообще, вот, поэтому вы пытаетесь, ну, по моему мнению, соответствовать чему-то, соответствовать, ну, какому-то видению, например, вы хотите ни от кого не зависеть и так далее, но по опыту я могу сказать вам совершенно точно, что человек, который хочет всего-то добиться, чтобы ни от кого не зависеть, он, к сожалению, уже зависит, и, к сожалению, будет зависеть дальше больше только, потому что зависимость от, ну, от других людей, например, она не связана с каким-то условиями, она не связана с материальным положением человека, человека, даже, она связана с ощущением внутренней, свободы с ощущением внутреннего состояния человека, если, если такого внутреннего состояния у человека нет, вот, а у вас его сидят, потому что я могу читать, если его нет, то, соответственно, вы сами себе установили определенные ограничения, вы сами себе установили определенные рамки, которые мешают вам чувствовать себя, свободно чувствовать себя, естественно, чувствовать себя, что называется, собой, вот, и, соответственно, соответственно, я думаю, что вам не поможет достижение какой-либо, ну, цели, достижение какого-либо результата, вам это все не поможет, потому что всегда будут условия, которые вы, которым вы будете пытаться следовать, всегда будет некоторая позиция, ваша позиция, которая будет говорить, ну, там, условно, вот, сейчас еще чуть-чуть тихий, или только, только если, и, ну, то это вот такой сценарий, жизненный, жизненный, жизненный есть, вот, на полном среде, кстати, такой вот жизненный сценарий существует, вот, то есть, как бы это, ну, в общем-то, довольно негативная история, как мне кажется, вот, поэтому действовать здесь нужно с той точки зрения, что если вам на самом деле хочется что-то в своей жизни поменять, или понятия, то нужно готовиться с той точки зрения комфорта вы видите, а одобрение других людей вы привычным образом потеряете, вот, и вообще ваша жизнь, она станет, станет, ну, не сказать, чтобы, не сказать, чтобы она станет легче, скорее, станет сложнее, вот, и вопрос здесь заключается в том, что вам, готовы ли вы к тому, чтобы ваша жизнь стала сложнее, к тому, как, если нет, если бы не готовы к этому, к тому если бы ваша жизнь стала сложнее, то, соответственно, вы готовы и к результатам, Тому, на мой взгляд, чтобы что-то менять. Это не означает, что вы какая-то плаша. Это не означает, что вы что-то должны. Но это означает, что немножечко вы рукаете. Или хотите того, не до конца осознавая, чего вы хотите. К ярости люди, к сожалению. Но это важно. Понимаю. На самом деле, если убрать желание не зависит. Если убрать желание сдавать или не сдавать ЕГЭ. Если убрать, что вы себе навязывали желание оставить этого фермера, то вы можете спросить себя. В том, что, ну вот, в ветеринарной профессии, да? Что мне нравится? Ну вот, просто. Что мне нравится в профессии ветеринара? Что я хочу. А как еще проявляется то, что я там хочу. Да? Ну то есть, как-то еще это проявляется. Как-то еще. Помимо того, что я хочу быть ветеринаром. Ну, допустим, то, что вы хотите быть ветеринаром. Ну, отмечает по факту, что вы хотите заниматься, ну, хотите животными заниматься. Вот. Вам, вам это интересно. Вот. И, если так, если вам интересно живот, ну, я уверен, что где-то это еще проявляется. Вот. Я уверен, что где-то это еще должно проявиться. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, где и как это проявляется. Но, тем не менее. Почему обратите внимание вот на эти моменты, да? Если у вас, словно говоря, ветеринария – это единственная форма взаимодействия с животными, то, ну, скорее всего, ветеринария – это не важно. Вот. Потому что больше, ну, повторюсь, любая склонность человека шире его деятельности, любая деятельность шире сферы, в которой человек работает, а любая сфера шире какой-либо профессии. Вот. Ну, я думаю, ага, поэтому вот такой вот момент. Ну, опять же, у меня вопрос, условно говоря, а почему профессия должна быть ваш? Ну, то есть, вот, то, что вы говорите, что… Как понять, я ли это профессия? Потому что вы устали, так, то, что вы устали, означает, что вы не можете говорить «нет». То, что вы устали, означает, что вы берёте на себя, на себя, ну, слишком задачи, которые вам, ну, непосильны. Вот. И всё. Тут как бы связи с тем, что это не ваше, нет. Ну, разве что, если бы случилось так, что вам это нравилось бы больше, вы бы просто больше сил в силу бы на это тратили, ну, может быть, вы бы протянули бы дольше. То есть, вот, ну, по времени вы дольше бы, амммм, прожили бы, условно говоря. Вот. В таком рабочем ритме. А то, что вам это не очень нравится, просто, ну, как бы, помогает вам раньше понять, что, что вам это не нравится. Но, как бы, средства этого не меняется, на самом деле. Вот. Поэтому такой вот момент, мне кажется, здесь нужно ответить. Можно вам озвучить, точнее, такой момент. Вот, что ещё сказать, да, хорошее настроение, ну, то есть, у нас 10 миллиметров усталость, осталось и нужно работать. Мне кажется, что на ощущение, да, если вы учитесь, потому что у нас все подолжные, вы не учитесь, потому что вам там хочется или что-то ещё хочется, что вы должны. Вот, я вот понимаю, ну, такая альтернатива какая? Вот, если вы там не будете учиться к альтернативе, почему вы считаете, что работать вы можете только если не будете, то есть, только если получится работать и её в скобочках не зависит. Можно, в общем-то, я не получаю образование, образование для этого не нужно, если у вас такая цель. У меня нет ощущения, что у вас цель, знаете, вот, сделать что-то, ну, вот, условно, в своей жизни, да, вот, а что, вот, без чего вы не можете, вот, у меня нет такого ощущения, у меня нет такого, ну, у меня нет такого восприятия, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы об этом подумали. Вот, ведь идея, как мне кажется, идея не в том, чтобы, ну, быть, быть независимым, да, повторюсь, вам не быть независимым, если вы хотите быть независимым. Вот, т.е. независимость, независимость это следствие, не, как бы, не самая цель, не первая цель. Вот, а так вы всегда будете, ну, заинтересованы, заинтересованы в том, чтобы быть независимым, а будете зависимым. Это получается такой, по сути, замкнутый круг, вот. И если вам не хочется быть в этом кругу, то, ну, нужно искать ресурсы для того чтобы из него выходить. Для чего необходимо, так, необходимо работать своими конфликтами, противоречиями. Лучше себя учиться осознавать, замечать свои переживания и так далее. Лучше себя чувствовать, получать обратную связь и т.д. и т.п. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok